МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телефонной горячей линии в последние дни. Снести, оставлять опасным. На Языковича сносят деревянные бараки по стройке 1927 года. Навестить усопших. На Радуницу автобусный парк номер 2 вводят дополнительные рейсы до кладбища в Дроздах. Вкусен и полезен. Березовый сок – весенний подарок, где можно приобрести целебный напиток. С ветерком по Припяти или на отдых в Египет озвучены цены на белорусский круизный лайнер. Будут ли организованы дополнительные рейсы на городское кладбище в Дроздыб? Перед Радуницей и в Радуницу туда весьма проблематично добраться. Для благоустройства могил с 12 по 16 апреля организовываются рейсы по экспрессному маршруту номер 1-э – Примостовое кладбище с временем отправления от площади Примостовой 9.30.11.12.14 отправление от кладбища 10.05.11.30 12.25.15 часов. В связи с массовым посещением гражданами городского кладбища Дрозды по благоустройству могил и православным праздникам Радуница 17 апреля филиалом автобусный парк номер 2 города Мозыря будут организованы городские экспрессные маршруты номер 1-э – площадь Примостовое кладбище с промежуточными остановками швейная фабрика, автовокзал, молодежная перекресток станции Мозырь, деревня Дрозды номер 2-э – улица нефтестроителей кладбище с промежуточными остановочными пунктами перекресток станции Мозырь, деревня Дрозды отправление первого рейса от улицы нефтестроителей 8.26 интервал движения автобусов 8-10 минут стоимость проезда 60 копеек В прошлом году все бурно обсуждали первый белорусский круизный лайнер «Белая Русь» цены были весьма недемократичные для простого белоруса будет ли в этом году возобновлен водный маршрут и какова стоимость поездки Сезон круизов откроется в Бресте 28 апреля именно в этот день в путь по реке отправится теплоход «Белая Русь» протяженность маршрута 523 километра планируется, что в Мозырь «Белая Русь» прибудет 5 мая пассажиры тура «Жемчужина Полесья» в основном граждане России теплоход «Белая Русь» построен в 2016 году на судостроительном заводе в Пинске его параметры – три палубы, длина 50 метров, ширина 7 метров скорость движения 15,5 км в час позволяют совершать круизы по Днепробукскому водному пути Это первый и пока единственный круизный теплоход в нашей стране 16 кают принимают на борт более 39 пассажиров В прошлом году теплоход выполнил 22 рейса по маршруту Брест-Мозырь и обратно В сезоне 2018 запланировано 26 отправлений последняя – 20 октября из Мозыря На первый рейс из Бреста в Мозырь все билеты проданы Путешественникам предлагают каюты четырех классов «Люкс», «Комфорт», «Эконом-плюс» и «Эконом» Стоимость туров в этом сезоне составляет от 380 до 1320 евро практически на уровне прошлого года При этом белорусам предлагается скидка в размере 5% Самые дорогие путевки в июле и августе Весна – время заготовки березового сока Как приобрести целебный напиток и при этом не нарушить закон Где можно купить сок? Абсолютно натуральный, без химических примесей свежевыжатый, точнее свежесобранный И всего 12 копеек за один литр Звучит как реклама, хотя березовый сок в ней не нуждается Это делянка в Кринчанском лесничестве Здесь на пяти гектарах леса происходит заготовка сока в промышленных масштабах Перед сезоном специальная комиссия провела кастинг деревьев Всего были отобраны более ста берез, подходящие под критерии Диаметр ствола – более 20 сантиметров Возраст средний – около 65 лет Весна в этом году запоздалая Прохладные недели задержали появление сока Резкое тепло тоже не есть хорошо Сок начали собирать всего несколько дней назад От желающих его приобрести уже нет отбоя Потом банки закатываем, пока свежие пьем Половину закатываем банки Потом всю зиму пьем Заготовка березового сока в этом году началась с 9 апреля В прошлом году нашим лесничеством было заготовлено 20 тонн Березовый сок пользуется спросом у местных жителей Чтобы приобрести березовый сок, на сайте лесхоза есть расчетный счет, по которому нужно оплатить в банке или на почте Потом приехать в лесничество, выписать товар на транспортную накладную, съездить в лес, взять сок Сок можно приобрести также и на территории лесничества, но предварительно надо позвонить и узнать, когда его доставят на территорию лесничества Делянку охраняет дежурный лесник и фотоловушки Урожай сока собирают по мере наполняемости мешков и по мере поступления заявок на его приобретение Кстати, березовый напиток – это целый кладезь витаминов и микроэлементов Он укрепляет и очищает организм Сок консервируют, делают из него квас, сироп и даже вино Сезон заготовки только начался Продлится он до тех пор, пока на березах не появятся почки Лесхоз приглашает за соком и напоминает За незаконный сбор в запрещенных местах предусмотрены штрафы Индивидуальному предпринимателю до 100, а юрлицу до 500 базовых величин Кроме этого, за каждую тонну незаконно добытого древесного напитка Взыскивается сумма в размере до 10 базовых величин Виктория Синицкая, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь На Языковича сносят бараки По правде говоря, давно этого ждали Хотим выразить благодарность за то, что улица наконец-то приобретает нормальный вид На улице Языковича приступили к сносу ветких пустующих строений Местные жители рассказывают, первые дома появились здесь еще в 1927 году В некоторых из них, несмотря на отсутствие коммунальных удобств, до сих пор проживают люди А вот судьба и история трех зданий подошла к своему логическому завершению Силами жилищно-коммунального хозяйства будет сноситься три жилых дома на Языкович На данных работах задействовано 6 единиц техники и 11 человек В течение трех недель будет проведена территория в порядок Снесены эти бараки и завезены, утилизированы на полигонах Что будет дальше с освободившимися земельными участками, пришит комиссия с полкомом Раньше безработным предлагали переезд в сельскую местность, выплачивали компенсацию Я не работаю уже год, сократили Если сейчас что-то подобное, с удовольствием бы переехал Управление по труду, занятое социальной защитой Мозорской райисполкома Оказывается содействие в переселении трудоспособных граждан и членов их семей В переселении в сельскую местность, как по Мозорскому району, так и Гомельской области При переселении граждан оказывается единовременная материальная помощь В размере 7-кратной величины бюджета прожиточного минимума При переселении из сельской местности в сельскую И 9-кратной величины бюджета прожиточного минимума, если гражданин переселяется из города в сельскую местность На сегодняшний день это 199 рублей 32 копейки То есть 7 бюджетов это порядка 1400 рублей 9 бюджетов 1800 рублей Материальная помощь оказывается безвозмездна При условии, если гражданин отрабатывает на предприятии, которое предоставляет рабочее место и предоставляет жилье не менее 12 месяцев В случае увольнения гражданин обязуется возместить выплаченную сумму при переселении Осуществление переселения осуществляется на основании постановления Министерства труда и социальной защиты номер 62 Об утверждении инструкции об условии порядка переселения граждан на новое место жительства и работы За справкой можно обращаться в Управление по труду, занятое социальной защите, расположенное по адресу Улица Советская, 114, контактный телефон, 32 13 18 Мозы растет довольно быстро А есть ли план дальнейшего развития? В структуре расчета резервов учитывалось основное распределение долевое соотношение 20% это усадебная застройка и 8% многоквартирная застройка Конечно, на квартирной застройке растет доля жилых зданий повышенной этажности И по заказу Музырского райисполкома мы видим, что силуэт города, конечно же, требует другого подхода и визуализации Из роста объемов жилья, среднегодовой рост примерно, не рост, а ввод жилья Предполагаем, что он будет несколько ниже предыдущие 5-7 лет Если предыдущие годы подъема и позитивной ситуации в части кредитования бы вводили 70 тысяч метров квадратных в год То в генплане учтем примерно ввод жилой площади ежегодной многоквартирной застройки 40-45 тысяч метров квадратных Исходя из этого, рассчитаны приросты территории города Они составят на два расчетных периода до 30-го года примерно 226 гектаров На первый период до 25-го года город, мы считаем, обойдется теми резервами, которые сегодня существуют в городе На которые уже разработана проектная документация И будет идти досвоение жилых районов и Бобры, и частично Дрозды, и техник районов 7-11, которые в городе документация уже разработана На отрезке 25-30-й год, безусловно, потребуется частично использовать сельхозугодие, опять же, с низкой больностью, которые примыкают в город Прежде всего на юг и юго-запад, с учетом тех планировочных ограничений, которые существуют в городе Безусловно, качество жилья во многом будет зависеть от тех участников строительного процесса, которые будут в городе в Мозове работать Безусловно, генплан предусматривает развитие социальной инфраструктуры, это школы, это школьные учреждения Потому что, скажем так, провал демографический привел к тому, что ряд учебных учреждений было закрыто И сегодня мы полагаем, что эту обеспеченность необходимо восстановить даже до 2025-го года Дальнейшее развитие инженерной инфраструктуры Конечно, за предыдущие 20 лет город накопил огромный потенциал инженерной инфраструктуры Это мощные водоводы, канализационная система Допустим, Лучижевич уже сегодня вы реконструируете и успешно реконструируете Поэтому, конечно, завершаем реконструкцию водозабора Лучижевича В основном будем поднимать год примерно 60 тысяч метров кубических в сутки Этого достаточно как для города Мозове, как для приезжающих деревьев А на сегодня это все, выпуск завершен Мы ждем ваших вопросов по телефонам горячей линии Пишите на адрес электронной почты И помните, для нас найти ответ не вопрос Это был частный интерес До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова